принцесса да при принцесса какому косметологу надо ходить а который яблоки здоровым и счастливым сегодня хочу поговорить о том как правильно выбрать своего косметолога того специалиста которому вы будете доверять которому можно доверять которым вы будете уверены что он профессионал он вам будет подходить по всем параметрам профессионализм как мы можем о нем судить первое все сразу начинают у него должны быть дипломы вообще да ну пути вы их найдете если это во первых надо определиться это может быть врач косметолог и конечно будет трясти всеми своими дипломами они все будут на сайтах клиники сам еще в своем телеграме выложит всем чтобы вы знали какой умный как он долго учился что он закачивал и так далее на что вы можете нарваться на то что дипломчиков не будет они бывают это обычно у кого того кто не имеет высшего образования а хочет быть косметологом который колит 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 на дому незаконно значит еще у кого может не быть диплома о высшем образовании нет все мне не нравится и так 5 часов и 150 дуплей спустя я все еще записываю видео о том как выбрать косметолога мы определились с тем что должны быть дипломы кроме врача косметолога кто еще может принять вас в клинике красоты или салоне красоты косметолог эстетист это специалист со средним медицинским образованием медбрат или медсестра которые получили повышение квалификации по направлению эстетическая медицина какие процедуры может выполнять специалист все виды уходов чистки лица поверхностные срединоповерхностные пилинги и плюс также человек может делать даже мезотерапию или лазерные процедуры допустим эпиляции или какие-то аппаратные методики но только по назначению врача врача косметолога или врача физиотерапевта если это допустим массаж по телу и lpg до аппаратный массаж как получить как понять что человек работает по назначению врача то есть у вас была первичная консультация врача и вам выписали какой-то курс лечения косметолог эстетист все это делает также естественно такие процедуры как восковая эпиляция шугаринг сахарная эпиляция коррекция бровей и окрашивание бровей наращивание ресниц всего это имеет право делать специалист со средним медицинским образованием дальше отзывы конечно очень часто мы приходим к работнику эстетической медицины по рекомендации наших знакомых или родственников сарафанная радио работала и работает до сих пор очень хорошо если человек тот которому доверяем говорит что он ходит какому-то специалисту много лет что никогда не было никаких проблем не было каких-то серьезных осложнений а если что-то и случалось то специалист на себя берет ответственность за исправление всего что произошло часто это бывает за счет клиники за счет специалиста хорошие отзывы это тоже очень важно если вы получаете отзывы в интернете какие это могут быть отзывы первое о самой клинике там как правило будет и отзывы о конкретном докторе ну а всех доктора да вот плюс отзывы о самом враче могут быть на таких сайтах как про докторов док док вбивайте в поисковой системе любое фамилии имя отчества специалиста и узнаете что о нем думают пациенты конечно если это отзывы на сайте клиники 99 процентов будет положительных потому что естественно все отрицательное подтирается часто отрицательные отзывы на которые мы должны обращать внимание не такие как специалист опоздал задержал я ничего не успела сделать ушла без процедуры недовольная или процедура вместо получаса длилась 10 минут что-то такое всякое бывает и естественно когда идет задержка специалист должен узнать извиниться узнать будем ли мы делать процедуру скорее всего он сделает ее в полном объеме и просто пойдет задержка всех следующих до пациентов вот но отзывы такого плана как она не надела перчатки достала препарат из какого-то непонятного флакона нахамила вот этого конечно не должно быть следующее что очень важно чаще всего это будет женщина врачи косметологи и косметологи эстетисты обычно женщины но встречается и мужчины если вы попадете косметологу мужчине большинстве случаев это будет мужчина нетрадиционной ориентации но не обязательно наверное по моему опыту 80 на 20 все-таки 80 это нетрадиционной ориентации опять же если это пластический хирург и косметолог но там это встречается намного реже что вам стоит ожидать от приема мужчины косметолога как правило мужчины косметологи не будут экономить ваши деньги если он считает что вам нужны такие 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 процедуры он вам назначит их все и да чаще всего мужчин косметологи не экономят деньги клиенток поэтому если это вас не напрягает вперед потому что бонусы естественно тоже есть все таки когда вы попадаете к мужчине во первых это родительская забота это забота отца тоже ощущается надежность вы это ощущаете тоже и плюс естественно когда мужчина косметолог что-то делает результат отличный он и результат отличный скажем так он вам говорит это прямо и естественно это очень приятно когда мужчина вам делает комплимент когда все это правда мужское внимание комплименты от мужчины как бы ни было это всегда очень приятно значит возраста тут я бы связала даже возраст с преподавательским опытом потому что возраста это спорный момент бывает такое что специалист молодой но он настолько много всего изучает он проходит так много различных повышений квалификации он пытается на вот этом вот драйве впитать себя все читает журналы читает литературу на русском и иностранном языке касающийся своей специальности и тут конечно возраст плюс потому что бывает такое что косметолог со стажем он не хочет ничего изучает все это не интересно все это я уже знаю и никуда я на конференции ходить не буду такое тоже встречается если косметолог в зрелом или почтенном даже возрасте но при этом он имеет очень богатый преподавательский опыт особенно в высшем учебном учреждении на кафедре допустим косметологии какого-то вуза то конечно к такому косметологу я бы с удовольствием пошла также и молодой специалист если преподавательский опыт имеется у молодого специалиста тоже можно попробовать можно посмотреть все какие-то лекции которые он проводит которые есть в открытых источниках на электронных платформах youtube и так далее опять же если это кафедра какого-то вуза это прям большой и жирный плюс ну а если это обучение именно какому-то только одному препарату то это может быть просто сотрудничество с компанией ну да скорее всего он вам будет советовать именно этот препарат наверное вот это тогда будет минус следующее это но отзывы специалисты именно как о преподавателе тоже я бы почитала это всегда ценно значит многие косметологи сейчас в эру активного интернета старается продвигать себя во всех соц сетях и также на ютюбе яндекс цен яндекс цене на обучающих платформах если специалист заинтересован показать себя как можно большему количеству потенциальных клиентов он будет это делать и все это можно посмотреть и оценить подходит ли вам это как специалист общается какие продукты процедуры он предлагает очень часто это бывают какие-то бесплатные рекомендации полезные советы бывают что это какие-то курсы или семинары с оплатой допустим по какому-то базовому уходу за кожей тоже можно посмотреть и оценить квалификацию и последнее это личное качество человека специалиста это тоже очень важно потому что именно по этим параметрам чаще всего мы и останавливаемся на каком-то определенном специалисте и больше не хотим никому ходить значит я бы выделила 4 типа наиболее часто встречающихся в эстетической медицине первое и достаточно часто это училка этот косметолог будет точно знать что вам нужно это будет как правило много процедур если вы хотите возразить что нет я не хочу и делать такие процедуры допустим инъекции я хочу делать только уходы ну вам специалистам часто может сказать что ну если вы хотите ставить красиво пожалуйста или что-то в том плане что слушай меня я лучше знаю поэтому давай мы будем начинать давай мы попробуем ты посмотришь и решишь но тебе нужно то-то 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 как правило такое вот будет тут будут и уход и совет по уходу за кожей и какие процедуры инъекционные сделать такой специалист может указать вам на какие-то недостатки на какие-то особенности как которые он считает что нужно исправить к этому можно относиться по разному потому что конечно специалист все видит вы заходите он ведь какие у вас вредные привычки какие у вас проблемы что хотелось что нужно было бы исправить но с другой стороны все таки эстетическая медицина и это медицина не это процедуры не оказывающие такого действия по сохранению жизни и здоровья скажем так это больше о красоте поэтому все что вы делаете вы делаете для своего удовольствия для своей красоты и это то что вы хотите они что вам нужно непременно сделать то есть без чего нельзя кто-то любит таких специалистов кто-то хочет прийти и сказать что доктор делаете то что вы считаете нужным я полностью вам добиться доверяю как правило это состоятельные клиенты которые в общем то уже решили делать но и буду я ходить пусть она сделает так сохранить мою молодость и красоту да если специалист считают пусть так будет значит второе это подруга это мне кажется наиболее часто встречающийся именно в косметологии тип и мало встречающийся тип врачей в какой-то другой специальности потому что когда вы приходите в косметологу особенно на уходовые процедуры как правило длительные процедуры там вы лежите там вам хочется поговорить особенно это распространено в салонах красоты вы хотите не только узнать о том что вы делаете но вы готовы поделиться своей жизнью и сделать косметолога своей подругой или другом да для кого-то это комфортно и для специалиста если для специалиста это некомфортно он вам какими-то намеками даст это понять что допустим он не даст свой телефон или он не будет поддерживать разговор о вашем мужа и о детях или допустим вы рассказали он что-то да в прошлый прием а он на следующий прием этого не помнит но есть такие косметологи которые запоминают которым действительно интересно дружить с клиентами которые запоминают какие-то перипетии их личной жизни которые действительно искренне интересуются что там допустим что изменилось то как дети как семья и так далее поздравляет вас праздниками вы поздравляете его он с удовольствием отвечает также допустим если вы занимаетесь каким-то там делом чем-то ну что может пригодиться врачу да вы предлагаете какую-то помощь свою и и косметолог с удовольствием все но это принимает пользу использует да тоже вполне себе возможно почему нет вот кстати я заметил то что врачей косметологи реже становится именно такой подругой нежели косметологи и статисты вот люди со средним медицинским образованием которые именно до часто делают длительные процедуры длительные не болезненные по типу и там апелляции всего тела дает там особо не хочется болтать там лежишь и черпишь или когда это закончится или когда больновато лежишь и терпишь боль да ну вот а приятные процедуры долгие какие-то массажи долгие уходовые процедуры или чистки а вот в это время клиент хочет поболтать и косметолог эстетист тоже с удовольствием поддерживает разговор если опять же ему это близко тоже следующее мамочка следующий тип мамочка этот косметолог окружают вас заботой допустим он не так интересуется что там у вас в личной жизни не активно поддерживает ваши рассказы о домашних на членах семья домашних животных но он пытается вам допустим сопереживать да вот что-то сделать какую-то скидку что-то такое поддержать обычно его движение мягкие плавные приятные то есть человек комфортный такой до окружает теплом и заботой скажем последний тип наверно это косметолог партнер партнерские отношения косметолог рассказывает все что есть все что он может сделать что он считает вам лучше сделать что поможет именно вам и предлагает вам сделать самим выбор то есть он не берет естественно он берет ответственность за выполнение качественное выполнение процедур но он не будет вам говорить скорее всего что вам бы хорошо сделать вот это вот это вот это вот он скорее скажет что что вас беспокоит что вы хотите исправить я для этого могу вам предложить какие-то процедуры то есть вот какого-то такого близкого контакта скорее всего не будет с таким специалистом но кому-то такие отношения более комфортные из клиентов то есть тебе говорят что есть что он может делать что лучше сделать по проблеме и вы занимаетесь этим как бы не касаясь других до аспектов все четко по списку вот так ну опять же черты вот этих четырех типов есть в каждом из нас из нас специалистов просто у кого-то более выражены те у кого-то другие и вы должны выбирать что конкретно подходит вам что ближе вам плюс конечно какие-то мелочи которые мы не можем описать что-то на таком подсознательном уровне допустим какой-то запах до специалисты вам не подходит или вы чувствуете себя некомфортно именно с этим человеком но вы не можете объяснить почему именно не потому что он вам что-то впаривает а вы этого не хотите а просто вам не комфортно вы хотите и другого специалиста конечно это тоже знак что надо сходить еще кому-то даже вот какая-то ситуация 1 может повлиять на выборы в принципе специалистов много можно поменять можно не давать второго шанса этому специалисту а пойти к другому у меня был случай когда мы с моей коллегой практиковались массажа друг на друге и когда она делала массаж у нее были холодные руки у нее были руки не то что холодные а холоднее чем мне хотелось бы это казалось по мелочь но не дает тебе полного расслабления это не дает тебе полноты скажем так получение удовольствие от услуги да и все таки для кого-то это будет наоборот приятно потому что женщина допустим входящая в климакс у нее будет постоянный постоянные приливы к лицу ей наоборот поприятнее чтобы у специалиста руки были по прохладе а кто-то хочет глубоко уснуть под горячими руками специалист который делать массаж поэтому все очень индивидуально основные моменты которые мне хотелось бы рассказать я озвучила все в общем я сказала выбирайте своего специалиста выбирайте своего человека самое главное чтобы не попасться какому-то шарлатану и разводили да и естественно совсем не советую вам колоть на дому вообще делать какие-то процедуры на дому потому что если вы это делаете вы вряд ли что-то докажете если случится какая-то неприятная ситуация не дай бог то специалист может просто спрыснуть и вы останетесь один со своей проблемой и ничего никому не докажете естественно вряд ли такой специалист оплатит вам полностью исправление ошибки или даже реабилитацию плюс естественно реанимационные какие-то тоже не дай бог что-то случится реанимационные мероприятия специалист один дома даже если он их знает он может растеряться и не оказать вам помощи плюс это будет страх у человека что сейчас меня засудят что я все это дело он может не не вызвать скорую помощь когда это необходимо в клинике все-таки есть аптечка для реанимационной помощи да и для первой помощи там есть несколько специалистов которые вместе могут сбежаться да и принять правильное решение что нужно сделать плюс есть администратор который в случае необходимости вызовет вам скорую помощь в то время как специалист будет оказывать вам первую помощь или какие-то мероприятия скажем так реанимационного характера да то есть когда больше людей когда больше медиков это всегда лучше но естественно бывают такие моменты когда допустим ваш подруга косметолог так далее она на вас практикуется ну что говорить все мы вначале практикуемся на своих родных на себе на своих подругах просто там за себе стоимость препарата естественно это никуда не деть но все это на свой страх и риск вы делаете и вы должны понимать что вы в этом случае не защищены никак юридически вы не защищены и случится может все что угодно поэтому настоятельно рекомендую вам делать все косметологические процедуры в учреждениях с медицинской лицензией на выполнение процедур медицинской косметологии все желаю удачи пока пока ходите к правильным косметологам КОНЕЦ